Wi-Fi 6E адаптеры. Так вот, стоит ли их покупать и обновлять ваши ноутбуки, устройства в реалиях Wi-Fi 6? Насколько они быстрее работают и вообще что они из себя представляют? Сколько стоит и где их покупать? И вообще как их апгрейдить эти самые ноутбуки? У нас уже один проапгрейджен. Мы разберем в сегодняшнем обзоре вот этих вот самых Wi-Fi 6 адаптеров AX210 NGV, по-моему. Да ладно-то, AX210 на канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну заказал себе Wi-Fi 6 адаптер, уже второй. Первый я получил и поставил в свой предатор. И у меня как бы не было момента проверить увеличение быстродействия. То есть не то, чтобы не было момента, а дело в том, что я как бы проверил, я не поверил результатам. И думаю, ну наверное, 200 адаптеры тоже так умеют. Но нет, но нет. И мне нужно было получить еще хотя бы один адаптер для того, чтобы подтвердить свою, скажем так, теорию о том, что даже на Wi-Fi 6 роутерах мы имеем достаточно сильный прирост быстродействий. Я заказал такой вот комплект. Это у меня из предатора AX200. АX200. Сейчас посмотрим. Да, AX200 NGW. Вот такой вот адаптер, который я уже снял. Представляете, устаревший Wi-Fi 6. Я не думал, что в 2021 году такое скажу. У меня сейчас есть Acer Nitro 5. Вот такой вот, который работает пока что на AX200. И есть Acer Nitro, ой, Acer Predator, который работает уже на 210-ке. Сейчас мы с вами достанем, рассмотрим, что это такое. Смотрите, то есть у нас вот такой вот он, NGV, мы видим с вами, вот, AX210 NGW. Он примерно такой же, как, он такой же по размерам, как и 200-ка, но буквально отличается на пару каких-то моментов именно своего чипа. Ключи E и A используются вот такой вот ключ E, а вот он. В принципе, посмотрим. Что у нас еще в комплекте? Есть в комплекте у нас крепление под системный блок для плат, где это есть. И есть две антенны для внешней антенны. Ну, две антенны внешних, это при использовании в системных блоках. В принципе, такое тоже есть, можем показать. Ну, а сейчас мы будем с вами тестировать именно такой вариант исполнения для ноутбуков. Но сколько стоит это все действие? Давайте с вами обратим внимание на Алиэкспресс. Смотрите, я на Алиэкспрессе. Базовый, кстати, видите, он с отверточкой даже продается и с винтиком крепления. Базовый стоит у нас 24,60, 24 доллара 60 центов. Кстати, ссылочки на проверенного продавца, где я конкретно покупал, в описании под видео. И действительно, дошло очень-очень быстро. Какие комплектации еще есть? Есть с вот такими вот антеннами, внешними наклейками. Есть с антеннами, как я купил, с такими двумя длинными. И есть еще и с двумя лопатками. Вроде бы они более сильные, но я вам скажу, разницы особой вы там не увидите. Я взял комплект за 26,87. Если выбирать между 25 долларов и 27, то за 2 доллара получить еще дополнительный комплект крепления плюс дополнительные антенны, я думаю, что стоит оно того. Что они здесь заявляются? Они заявляются, что здесь AX210 модуль. MUM, AMO поддерживает и поддерживает полосу пропускания 160 МГц. Поддерживает Bluetooth 5.2. Не стоит забывать, что здесь есть реализация Bluetooth. Для стационарных компов это вообще будет отлично. А также главное, что он поддерживает еще и 6 ГГц. Они, правда, здесь пишут 5 ГГц, но я вам покажу в самих драйверах, что 6 ГГц уже есть. И при появлении роутера на 6 ГГц у вас уже будет стоять такой адаптер. И вот самое интересное, они здесь показывают, что 6 генерация показывает скорость, прирост. Мы сейчас обязательно протестируем. Больше ничего здесь такого, чтобы нас могло заинтересовать, нет. Но мы с вами имеем предыдущего поколения на Acer Nitro 5. И даже в спид-тесте мы с вами можем увидеть небольшую разницу. Давайте мы сейчас протестируем в спид-тесте AX200. Потом мы здесь поменяем AX200 на 210. И увидим разницу. Разницу мы увидим прямо сейчас, в режиме реального времени. Потому что, смотрите, мы сейчас используем роутер AX6000. Вот такой вот роутер. Обзор у нас был на канале. На канале был обзор. И как бы там было заявлено Wi-Fi 6E, но нет. Там нет чистого Wi-Fi 6E. Из Wi-Fi 6E там есть только фишка 4.096 QAM. И тут как бы вопрос такой. Смотрите, на загрузку 450, на выгрузку 1300. Я напоминаю, что у нас стоит в офисе 10-гигабитный интернет. Роутер AX2600 2.5 Гигабит. Кстати, вот такой вот быстрый интернет мы получили благодаря субъекту предпринимательской деятельности, который работает под брендом Triolan. И ссылочка на него в описании под видео. Стабильный, хороший интернет для Украины. Смотрите, мы имеем с вами здесь 450 на 1090. На том же самом интернете, на той же самой точке доступа. Мы с вами запускаем спид-тест на тот же самый провайдер на AX210. Мы потом еще проверим на том же ноутбуке, когда мы его проапгрейдим. И мы с вами видим уже сейчас даже в спид-тесте 1.5 Гигабит, 1.6 Гигабит на загрузку на 210-м модуле. А это значит, что он как минимум в 2 раза быстрее, если не больше. Ну, здесь мы просто можем ряд тестов сделать. И будет где-то примерно в 2-2.5 раза быстрее он работать, чем Wi-Fi 6 AX200. То есть, по сути, что сделала Intel? Они не стали морочиться с исправлением драйверов на AX200. Они взяли, выпустили AX210 и допилили его до логического конца. Ну, вот такой вот ход был интересный. Смотрите, 1620 Мегабит. Мегабит, 1.6 Гигабит на загрузку и 1194. Чтобы вы понимали максимальные возможности AX10, я могу это все показать на примере Hyperfo. Смотрите, я делаю тест сейчас на внешний мир. Это на Амстердам. Мы сейчас тестируемся на Амстердам через Wi-Fi 6 E модуль. И вы сейчас увидите цифры. 1.67, 1.74, 1.69, 1.5, 1.73, 1.8 Гигабит. В пике 1,8 Гигабит по Wi-Fi в пике. Многие из вас могут спросить, а зачем же нам такие скорости? Я вам объясняю. Внутри сети, это очень даже классная штука. То есть, Wi-Fi заменяет полностью LAN. 1.68 на загрузку и на выгрузку. Он показал максимальный результат. Еще раз можем протестировать, если вы не верите. Ладно, пускай пока тестируются. Сейчас мы начнем. Ну вот 1.37, 1.38, 1.77 в пике, 1.71, 1.81. Ну, шикарный результат. По мне, так модуль вообще стоящий. А мы сейчас начнем с вами уже разбирать Acer Nitro 5 и мучить его по полной программе. 1.68 на 1.68. Максимальные показатели. Предатор пока отложим. Мы уже поняли, что он на Wi-Fi 6 E имеет прирост, но получим ли мы прирост тут? Так, разбираем, разбираем. У нас есть, кстати, шикарная отвертка Xiaomi Mijia, которая, наверное, разряжена уже. Я буквально пару дней назад менял Wi-Fi в своем предаторе. Использовал ее очень-очень усиленно. Не, не разряжена. Кстати, вот с помощью таких отверток это все дело происходит очень-очень быстро. Для того, чтобы понять, подойдет это в ваш ноутбук или нет, вот такое вот действие, то я советую вам, конечно же, обратиться к производителю данного ноутбука, потому что необходимо как минимум в Windows 10. Это однозначно, потому что драйвера есть только под нее нормальные. И плюс есть еще вариант того, что есть черный список, ну или вернее белый список в BIOS-ах некоторых производителях. Хотя в комментариях мне некоторые ребята говорили, что даже с белым списком адаптеров они ставили на некоторые AX200, и у них все работало. Так, все, мы сейчас сделаем размыкание памяти. Здесь есть для того, чтобы у нас не было замыкания этой самой памяти. Размыкание от батареи имеется в виду. Тогда мы сможем доставать память. Это сильно толстая. Тогда мы сможем... Все, разомкнули. Теперь можем спокойно, с чистой душой доставать нашу память, чтобы она нам не мешала. СССР достали. И сейчас очень аккуратненько вытряхнем винтики. Так, все винты достали. Можно спокойно разбирать. Вообще этот ноут у нас проработал. У нас есть обзор, отзыв владельца после пары лет использования. Вот чтобы вы понимали, он у нас проработал уже 2,5 года в режиме видеомонтажа. Это жопа. Как он использовался, это просто нереально. При том, что кроме того, что мы добавили памяти, заменили HDD на SSD и обслуживали его вовремя, больше мы ничего ему не делали. Разбор занимает у нас всего пару минут. Любой ноутбук, при наличии достаточно адекватного инструкции по разборке, можно разобрать в течение буквально 10-15 минут. И то, это если вам лениво это все делать. Все, крышку сняли. Крышку можно пока убрать. Батарею сейчас скинем, чтобы у нас не было ничего опасного. Откручиваем старый модуль, откручиваем старый модуль, отсоединяем антенны. Запоминаем, как они расположены, потому что потом, хотя сильно большой разницы я не видел, где наш 210-й. Я уже в них начал путаться. А знаете, что самое интересное? В этом стоял у меня киллер. Киллер 200-й. Но сейчас стоит. Будет стоять 210-й, не киллер. Ну и черт с ним. Соединяем антенны. Советую их соединять на весу, потому что потом их собрать будет, вернее подсоединить, когда вы уже их поставите, будет просто нереально. Все, мы подсоединили антенны и вставляем. Главное, чтобы у вас были ключи, совпадали. То есть смотрите тип вашего адаптера, тип вашего адаптера 210-го при разборке вашего ноутбука, либо в спецификации. Проще всего. Собираем. Ну все, он уже в принципе поменен. Он поменен. Теперь можем просто собирать, включать и тестировать. Драйвера, я думаю, что он подтянет очень быстро. Поехали собирать. Знаете, что я сейчас опять разбираю? Потому что батарею, блядь, готов подсоединить. Это называется, да, да, забыл, забыл соединить батарею. Это называется Мамкин, Мамкин Эксперт. У нас есть канал Мамкин Эксперт, скоро будет доступен. Есть. Батарею забыл подсоединить. Есть. Все подсоединил, все подсоединил. Все на месте, все на месте. Все, поехали. Кстати, ссылочка на отверточку в описании под видео и на обзор. Мы когда-то обозревали, так оно у нас получилось перед 23 февраля, по-моему, да? Было весело. Значит так, ребят, мы уже заканчиваем сборочку. Сборка и разборка у нас заняло. Сколько у нас по записи по хронометажу? Посмотрите на камере кто-нибудь. А я вам сейчас скажу. Стоп. Общая съемка у нас 20 минут сейчас идет. У меня вот лежит рекордер звука. Вот за 20 минут мы успели потестировать, разобрать и собрать. То есть с помощью вот такой вот отвертки. Сейчас скажут, что я отвертку рекламирую. Ну что, пробуем включать и потестировать. Мне аж прямо интересно. И я вам обещал еще показать. О, завелся с первого раза. Включился, включился. Монтажник, который за ним работает. Монтажник видео. Он сначала обрабатывал адаптер, поэтому биос долго включался. Он бедный аж посидел. О, завелось. Пишет, что сети нет. Сейчас посмотрим, что он нам там выдаст. Так, что там у нас с адаптером? Поднялось, не поднялось? Ждем. Я так думаю, что пока нет драйверов, нет подключения. Вы не подключены ни к одной сети. Я думаю, нам нужно пойти сейчас и посмотреть, что у нас с драйверами. Если что, мы можем всегда подключить сюда LAN кабель. Для того, чтобы посмотреть. Для того, чтобы он подтянул драйвера. Драйвера у нас станет автоматически. Воу, да, 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 да. Очень много драйверов у нас получается. Сейчас выпало контроллер шины. Сетевой контроллер, PCI-устройство, контроллер памяти почему-то. Ну да ладно, давайте нам сетевой кабель. У нас есть сюда проведен даже. Поэтому мы спокойненько его подключаем и обновляем драйвера. Кстати, кабель Cat6, видели? Классный какой. Заводской какой-то. Не самообжим. Не самообжим. Так, сеть включилась. Нам остается только обновить все эти драйвера. Наш комп перезагрузился. Давайте выткнем нашу сеточку. И будем уже смотреть, что же у нас получилось в итоге. Пойдем посмотрим обновление драйверов. Давайте, где наш диспетчер устройств. И все нормально. Теперь смотрите. Intel Wi-Fi 6E, AX 210, 160 МГц. Если мы зайдем в сам драйвер, в дополнительно, то мы увидим, что у нас здесь появилась ширина канала для 6 ГГц, для 5 и для 2,4. То есть у нас трехдиапазонный модуль. 6 ГГц, на секундочку. При этом, вот очень многие считают, мне даже писали, что почему ты не говоришь, что он не работает на 160 МГц. Потому что они берут, знаете, откуда эти данные? Если навести на ширину канала 5 ГГц и выбрать, то он показывает либо авто, либо 20 МГц. Но это люди, которые ленятся зайти на Intel и прочитать мануал по драйверу. В мануале четко сказано, что 20 МГц это принудительная частота 20-ка для совместимости с некоторыми роутерами. А в режиме авто он будет работать и в 80, и в 160, и в 40. И это не обсуждается. Зайдите и почитайте. Ребят, просто займитесь чтением. Все, мы ставим все на авто. Мы не изменяем никаких вариантов, никаких моментов. И сразу же переходим к тестам. И тестируем мы сразу это на Magic Hyperfe. Я прям дождаться не могу. Получить максимальные результаты. Давайте. Тестируем на внешний мир, на Амстердам. Однозначно. Ну что, стартуем. На 80 потоков. Все точно так же, как и было раньше. Ух, давайте, давайте, что я переживаю. Поехали. 1.43, 1.65, 1.64. Ребятки, это того стоило. То есть, 1.69 в пике. В общем-то, мы получили бешенейший прирост по сравнению с AX200. Даже не на Wi-Fi 6E роутере. То есть, это, вернее, не на Wi-Fi 6E, да, не на Wi-Fi 6E роутере, я правильно говорю. То есть, мы, по сути, с вами получили прирост в три раза. Да, не у всех есть такие тарифы. Не у всех есть такие роутеры. Но мы-то развиваемся, мы стремимся. И вот такая вот простая фигня за 25 долларов, она способна улучшить ваш ноутбук, либо ваш стационарный компьютер за делом на большое будущее. Вот мы имеем с вами 1.6, 1.64, 1.62, 1.69. Шикарные результаты. Ребят, буду уже отключаться. Будем выносить наши резюме. Я вам скажу так. Я реально рекомендую обновлять AX200 на AX210. Потому что у меня есть подозрение, что AX200 поддерживать уже не будет никто. То есть, они действительно сделали такой ход. Вот взяли, фуганули AX200, просто прибили, а AX210 начали развивать. Ну, есть как есть. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.